Телеканал МЧХ ТВ представляет Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире игра «Кто хочет стать миллионером?» Я и ведущий Олег Цуканов. Сегодня моя пятая игра. И у кресла игроков Диана Яцевич и Любовь Ларина. Приветствуем! Приветик всем! Ну, расскажите о себе. Меня зовут Яцевич Диана. Хочу рассказать то, что я работаю на радио. На радио «Импульс». Мой ник – диджей «Малышка». Учусь в восьмом классе. Люблю слушать музыку. Меня зовут Любовь. Я учусь в восьмом классе. Все не увлекаются музыкой. Общаюсь со своими сверстниками. А вы в одном классе учитесь или в разных? В одном. Повезло. Одноклассница получается. И лучшие подруги. Ну, дай бог, чтобы это было всю жизнь. Спасибо. Чтобы лучше подруги никогда не передавали. Были преданными. Так, право игры вы знаете или объясните? Знаем. Ну, я напомню для зрителей. Перед вами будет 15 вопросов. Две несгораемые суммы – 1000 и 32 тысячи. Если на 15-й ответите, выиграйте он. Также в течение игры, если вы затруднитесь, у вас есть три подсказки. Это 50 на 50. Звонок другу. И помощь нашего одаренного зала. Ну что, готовы побороться за 1 миллион пунктов? Готовы. Это в шутку. Ну, мы с нашими одноклассницами начинаем игру. Кто хочет стать миллионером? Первый вопрос. И 100 рублей. Закончите название пословицы. Меньше народу. Больше кислород. Меньше кислороду. Меньше водороду. Больше кислороду. Или больше водороду. Ну, как кто знает. Ответ С. Меньше народу, больше кислороду, да? Ну, ответ принят. Ну, конечно, так и есть. Больше водороду было бы другое дело. Ну, 100 рублей ваши уже. Второй вопрос. 200 рублей. Как называется известная телеигра? Драндулет? Табуретка? Стул? Или кресло? Такая телеигра была по СТС. Надо тут подумать. Ну... Мы не смогли, к сожалению. Ну, может быть, какой вариант больше подходит к игре? В чем там игроки сидят? На чем? В кресле. Конечно, я думаю, в кресле. Ну... Ну, ответ принят. Ну, конечно, кресло. Федор Бондарчук он у нас вел. Поэтому... Вот такая игра была интересная. Третий вопрос. 300 рублей. Какого обычно цвета так называемый альбиносты? Люди, страдающие альбинизмом. Черного, желтого, розового или зеленого. Альбиносты кто такие? Ну, такой цвет у них такой необычный. Какой? Светлые люди. Ну, светлые. А какой тут больше? Желтый. Не, ну не желтый, а как бы... Такой цвет. Ну, не прямо такие, прямо... Как снег белый. А такие... Немножко... Оттенок у них такой. Розовый. Розовый. Ну, ответ принят. Давайте прокомментирую. Альбинизм от латинского альбус белый. Врожденное отсутствие пигмента меланина, который передает окраску кожи волосам радужной и пигментной оболочкам глаза. Различает полный и частичный альбинизм. Это верный ответ. Вот так вот. Так. Мы подобрались к четвертому вопросу. На... 500 рублей. Что из этого мы обычно надеваем на ноги? Шляпу? Рубашку? Ремень? Обувь? Это легкий вопрос. Ответ D. Обувь. Ну, конечно, ну, ни шляпу, ни рубашку, ни ремень. Конечно, на ноги не налезут просто и все. А обувь как раз... Правильно? Ну, сейчас будет компьютерный вопрос, можно так сказать. Или о программах, так можно так сказать. Пятый вопрос. На 1000 рублей первая несгораемая сумма. Какой версией является что-либо, если это демо-версия? Расширенной? Пробной? Полной версии? Или плохой? Ну, подумать. Ну, демо-версии, если это какая-то версия. Обычно этот... Как только разработали, демо-версию выпускают. Пробную? Пробная? Пробная, кажется, демо-версия. Ну, ответ принят. Ну, конечно, демо-версия это пробная, демо это пробный. Правильно? Первая несгораемая сумма ваша. Ну вот, первая несгораемая сумма у вас в кармане, и теперь вы ее больше не потеряете. Далее идут вопросы уже средней сложности. Страсти накаляются. Так. Шестой вопрос. И две тысячи рублей. Угу. Ну, вопросы из школьной программы. В каком языке есть неправильные глаголы? В английском? В эстонском? В китайском? Или в казахском? Ответ А в английском. Ну, ответ перенят. Ну, конечно, их там много. Угу. Две тысячи ваши. Угу. Сейчас прозвучит мой вопрос на четыре тысячи. Тоже вопросы из школьной программы. Какое из этих слов является междометием? Любить, красивый, да, или отлично? Мы думаем, это отлично, наверное. Нет, междометие. А, междометие. Ну, тогда любить, нет, это будет глагол, красивый, прилагательный. Да. Отлично. Отлично. Это какая часть речи? Чемноречие. Ну, вот. А тогда какой вариант остается? Да. С. Ответ С. Ну, ответ принят. Ну, конечно, любить этот глагол. Красивый, это прилагательный. Отличное, это наречие. Она вопрос, как отвечает. А да, это независимо. Это междометие. Правильно. Вы, надеюсь, междометие уже проходили? Конечно. Вот сейчас как раз проходит. О, какая рыбочка попала. Интересно. Так, давайте пойдем дальше. Впереди восьмой вопрос на 8000. Уже середина пути. И у вас все три подсказки целы. В какой области в настоящее время проживает один из ведущих, кто хочет стать миллионером, и мой друг Андрей Гармаш? Московская, Воронежская, Свердловская или Новосибирская область? Ну, вы знаете же Андрея Гармаша? Честно, нет. Которая ведет программу «Кто хочет стать миллионером?» Ну да, в скайп-версии. Я у него играл много раз, и он у меня играл. Ну, как думаете, в каком он области живет? Задумяю. Ну, рассуждайте слух. Ну, какие варианты, может быть, отметаете, там, какие больше подходят? Какая область? Люба думает, что Свердловская. Ну, если вы сомневаетесь, то есть три подсказки, они у вас целые. Давайте. Какую? Ну, вместе решите, какую выбрать. Отлично. Можно его любую выбирать. Звонок другу. Звонок другу-то, да. И кому мы звоним? Алексей прибавил и все отъедет. Ну, у меня на звонке... Ну, Алексей, он не в сети, этот... На звонке другу этот... Игорь. Ну, хорошо, давайте Игору. Ну, мы звоним Игорю Карманову. Да-да. Ало, это Игорь. Вас приветствует. Игра «Кто хусяет миллионером» и ведущий Олег Борисович Туканов. Одноклассницы застряли на восьмом вопросе про Андрея Гармаша. Вы знаете такого? Да, конечно. Он мой коллега по АТХ ТВ. А одноклассницы вы знаете? Диану и Любовь? Лично нет, но... Думаю, что все впереди. Ну, они застряли на восьмом вопросе на 8 тысяч и просят вашу помощь. Ну, я им готов подсказать. Ну, давайте... У вас 30 секунд и время пошло. В какой области в настоящее время проживает один из ведущих, кто хочет стать миллионером? И мой друг Андрей Гармашов. Первый вариант. Московская. Б. Воронежская. С. Свердловская. Д. Новосибирская. Город Рослет находится в Воронежской области, поэтому смело выбирайте этот ответ. Спасибо. Пожалуйста. Ну, все, время истеку. Давай. Ответ. В. Воронежская. Да, Игорь, он сказал Воронежская область. Вы согласны, да? Да, да. Ну, ответ принят. В. Воронежская. У. Воронежская область. Восемь тысяч. Ваши. В. В. Ну, да. по пути так девятый вопрос будет по лингвистике раз говорю может быть вы это знаете может нет не знаю я отвечу правильно если бы это этот вопрос бы мне задали ну девятый вопрос на 16000 что вы скажете греку пронеся калис пера доброе утро добрый день добрый вечер или доброй ночи но это на греческом калис пера как переводится из этих вариантов если вы опять сомневаетесь то есть еще две целых подсказки но можете порассуждать если не придете правильным ответу то можете подсказку день ну давайте игроки берут подсказку помощь зала дорогие зрители студии помогите девочкам ответить на девятый вопрос на 16000 голосуем вот такие результаты сто процентов вариант добрый вечер и никто не не проголосовывал за другие варианты только по процентов за ошибиться не может на сто процентов значит была права и добрый вечер но ответ принят ну поясняю доброе утро и добрый день у них будет кали мэра добрый добрый ночи будет кали них то добрый вечер у них будет кали спера поэтому это правильный ответ запоминайте вдруг вдруг грекса поедете и вот настал тот момент когда вы приблизились десятому вопросу на 32 тысячи рублей если вы ответите верно то это будет минимум вот давайте послушаем этот вопрос в каком жанре не выступает группа русский размер техно ретро ретро транс или евро дэнс кто не слушал ее а это у дианы на эфирах заказывали эту группу часто это борис заказал и название хочется дать ответ а если вы ответите неверно потеряете пятнадцать тысяч как думать в каком не выступает ретро выступает точно но если вы сомневаетесь то осталась одна подсказка 50 на 50 можете порассуждать можете брать подсказку можете сначала отмести варианты как вы думаете в каком они выступают ну что в трех в трех выступают а в одном не выступают как вы думаете какие от отметете варианты если есть то вот мне нравится мне вот это техно все же сейчас мы порассуждаем попробуйте отмести какие варианты не будет уже проще так ретро окончательный ответ но ответ принят хочу вас огорчить техно выступают транс выступают и в в реденсии тоже выступают а в ретро не выступают вторая неизгораемая сумма ваша я вас обрадовала вот вот теперь сейчас будет повод на у вас осталось пять вопросов до миллиона я одна подсказка целая в ее сберегли это хорошо люблю вот эти моменты с 11 по 15 вопросы когда люди потеют не могут выиграть но есть вы пройдете как можно дальше потому что вас целая подсказка есть так впереди 11 вопрос и 64 тысячи каким животным был балу в первой книге джунгли риде и ридиарда гипплинга шакалом медведем слоном или моржом а вы читали книгу джунгли а мультики смотрели конечно какой вариант говорить думаете что медведем был окончательный ответ коллективно ответ принято ну поясняют табаки это шакал хатки или хати это слон а морской волшебник это был морж правильно балу это медведь 64 тысячи ваши повезло ваш вопрос попал у вас целая подсказка и четыре шага до миллиона если вы отвечаете неверно теряйте ровно половину выигранной суммы впереди вас ждет 12 вопрос на 125 тысяч рублей все риски все выше и выше в каком году в москве были построены первые хрущевки 1946 году 1948 году 1955 году или в 1958 году вот так как мы не живем в москве мы далеки вот мы вас и поймали а как 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 думаете какие правильные варианты ну самые-самые первые ранние когда построен 46 если вы сомневаетесь можете взять подсказку или рисковать подсказку если хотите не буду заставлять но вы коллективно каком варианту склоняйте честно не хочется играть подсказку подсказки придется но вы коллективно к какому варианту склоняйтесь 44 или 48 еще ну думайте ну как ты думаешь я без понятия честно поэтому вопросы непростые пошли да может подсказку все таки возьмем можете попросить компьютер она берет два неверных варианта и два верных так же все таки подсказку окончательный ответ подсказку берете ну это они берут подсказку попросим компьютеру убрать два неверных варианта о 48 или 58 ну ответ принято комментирую первый экспериментальный каркас на панельные дома были сооружены в 1948 году в Москве на Соколиной горе и Хорошовском шоссе по проектам разработанным соответственно госстрой проектом при участии академии архитектуры СССР и Мосгор проектом правильно 48 год вот так у нас история длится ну что вы приблизились к 13 вопросу к магической цифре и на четверть миллиона рублей страшно уже да волнительно подсказку нет ну да и вынужденно помнить что если вы отвечаете неверно теряете 93 тысячи ну готовы услышать заветный 13 вопрос вот он звучит как кто из перечисленных политиков с 13 лет совмещал учебу в школе с периодической работой в МТС и в колхозе Михаил Горбачев Владимир Путин Никита Хрущев или Леонид Брежнев все знакомые личности ну да это главы государства Россия в некоторых СССР и ну можете порассуждать сложно ну какие варианты вы отметете нет ну как думать что это вот не этот политик как вы думаете как вы думаете мне кажется Горбачев тоже нет а еще кто так можно Горбачев прощав что что ну если вы отвечаете неверно то теряете уже 93 тысячи это прилично вопросы уже трудные может вам остается либо рисковать либо забирать 125 тысяч но все на ваше усмотрение ну попробуйте логически кто это может быть к примеру к примеру Путин может быть или Леонид Брежнев вы знаете мне кажется что ответ D самый подходящий но может быть все таки прощав можете или рисковать или забирать 125 тысяч я же вижу что не уверены ну что мы можете рискнем все таки а не обидно будет потерять много ну обидно но что ж главное участие в день ну да Борис когда играл он на пятнадцатом ошибся но у него не сгораемая полтора миллиона была тогда ладно ничего страшного ну все зависит от вас какое решение примите я я надеюсь ну а какие варианты вы отметете сначала то есть какие ну Путин и Розвачева я думаю ну тут вопросы уже с подвохом это может быть и Путин и Горбачев ну может быть и Брежнев Крущев поэтому кто угодно может быть кто из них мог в колхозе работать может деньги все таки заберем да решайте если вы ответите верно то четверть миллиона заработаете можете логически просто размышлять может быть придете к правильному ответу а у а а я я мне вот прямо хочется чтобы вы 13 вопрос прошли ну очень хочется вот вот прямо вот вот прямо вот у кого правильно ответа прямо вот м размышляли размышляли от прежнего Ну, я не знаю, Брежнев это или Горбачев, или кого там называли? Брежнева, Горбачева называли. Ну, давайте. Риск – благородное дело. Давайте. Ну, кто у нас это? Теряемся между С и Д. Ой, если проиграете, то 2000 будет всего. Представьте, на радио вот так. Олег заходит, а там игра-миллионер в эфире идет. Ну, давайте, ну. Может, на эту, на считалочку? Это ненадежно. Ну, может быть, правильный ответ назовете. Я прямо обрадуюсь, если правильный ответ назовете. Считалочки между четырьмя вариантами будете считать? Тремя. Можете еще попробовать камень, ножницы, бумага? Да. Ну, к примеру, там, Любовь за Горбачева, к примеру, а Диана за Леонида Брежнева, к примеру. Раз, там камень, ножницы, бумага, раз, и выясните, кто, какой вариант. Можно так, к примеру. Или, там, ну, смотри, какие варианты у вас. Может быть, может быть, у вас мнения расходятся. И Игорь тоже, который на звонке друг был, он тоже за вас болеет. Ну, хорошо, привет передаем ему. Ну да. Он вас смотрит. Ну, какое решение? Спасибо, не стало. Ну, если пройдете 13-й, у вас останется аж два вопроса. Угу. Там уж. А вы и так хорошо дошли. Я думал, до 10-го будет сложно будет. Как раз, преодолели. Надо было все-таки отставить одну подсказку тогда. А если бы их даже взяли на этом вопросе, то все равно бы два лидера бы остались, и думали бы между ними. Не всегда 50 на 50 помогает. Ну, когда как. Мне кажется, это неплохо. Всякие моменты просто попадаются. Да, Олег Каверзные вопросы составляет. Конечно. Ой. Ну, давайте, 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 что там, ну, чего там решили? Мы думаем между Крущевым и Брежневым. А может, это все-таки Горбачев? Ну, все возможно. Может, и Горбачев быть. Может, звонок другу. Ой, звонок другу истрачен? Нет, просто позвонили сейчас, Диане. А можно тогда подсказку? Кто из политических политиков с 13 лет? Я пришла учет в школе, спорядки, работая в МТС и в колхозе. А? А? А, Диана по телефону спрашивает? А? Да. Ну, может быть, подсказчик знает там. Алло. Алло. Ну, решай, идти быстро. А, кто там, тоже подруги позвонили? Нет, я здесь. Нет, я имею в виду... Если я сейчас выберу ответ, меня сейчас съест Диана. Нет, я имею в виду, Диане, кто позвонил, тоже подруга какая-то другая? Я не знаю, я без понятия. А представь, правильный ответ скажет, кто позвонил. Классно было бы. Ну, мало ли, может, человек знает ниоткуда. Хотя это биографический вопрос считается. Это вот никогда не уже прямо взрослый пили, а еще 13 лет. Это же совсем... Чем мы затянули с 13 вопросом? Ну, приходите к единому мнению. Мы за вас держим кулаки. Я надеюсь, вы сейчас хотите верно. Очень хотелось бы. Так, нам бы тоже очень хотелось. Ну, кто там? Горбач, Путин, Хрущев или Брежнев? Горбач еще его называют. Горбачева. Сокращенно. Бабушка с одной разговаривала, она Горбачева называла. Хорошо, что не Горбатым. Ау! Ёй-ёй-ёй! Ну, давай, давайте, какой ответ? А то уже полчаса мыслим тут. Долго же. Ну, мы вот рассуждаем, рассуждаем. До Нового года вот так и будет здесь. Зато ответим правильно. Ну, да. И выяснится, что вот он занимался 13 лет и здесь порно занимается. А может и нет. Ну, это в школьные годы считается. Ну, здесь ключевое слово колхоз. Поэтому можете подумать, колхозы, когда они популярны были. Хватит и лидер. И кто в то время еще в школе учился? Хотя они все давно родились. И Горбачев, и Путин. Брежнев тоже там. Хорошо, что Ельцина нету. Ну, давай, какой вариант, думаете? Ответ Д. В прежнем. Все? Вы вдвоем решили это? Да. Ой, ну, наконец-то. Ответ принят. Если бы вы сказали Путин, вы бы проиграли. Да, мы не собирались Путина говорить. Если бы вы сказали Крущева, то вы тоже бы проиграли. Назвав Леонида Брежнева, хочу вас расстроить. Я же сказал. Вы тоже проиграли, потому что правильный ответ – Михаил Горбачев. Это он все обещал. Я же, ты последнего думала, что он. А что ж ты не сказала? Ты же на Брежнева, все. Ваш выигрыш составил 32 тысячи рублей, но вы зашли до 13 вопроса. С этим я вас поздравляю. Спасибо. Успехов вам в жизни, творческих успехов и хороших оценок в школе. Желаем. Спасибо большое. Вам тоже все самое наилучшее. Ну, взаимно. Ну, мы будем прощаться со зрителями. Итак, всем спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем любви и терпения. Все. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok